Всем привет! С вами, как всегда, Денчик и его кубики. А кубики у нас сегодня из серии Теху. И сегодня мы посмотрим на B-модель набора 8480 флагмана 96-го года. Основной моделью набора является Шаттл, но про него будет отдельный ролик попозже. И именно потому, что в моих планах иметь основной набор на полке в собранном виде, я решил сначала собрать альтернативную модель и наиграться с ней. А потом уже, разобрав подлодку, собрать и основную модель. Сейчас, в 2024 году, LEGO больше не выпускает альтернативные инструкции для моделей в серии Техник, но большую часть жизненного цикла серии в коробке можно было найти или одну инструкцию с несколькими вариантами сборки, или разные книжицы для разных моделей, или хотя бы инструкцию по частичной переделке модели. Ну, например, в кране вместо стрелы можно было собрать корзину и получить как бы другую технику на старом шассе. Практика добавления альтернативок пошла с первых лет в серии Техник, которая, кстати, стала техником только в 1984 году. А до этого наборы относились к серии Эксперт Билдер. Но сейчас туда относят наборы, начиная с 1977 года. Уже пару лет, кстати, есть планы собрать что-то из самого начала, да еще и с моторчиком. Ладно, это отступление, возвращаемся к сути B-моделей. А суть тут простая, дизайнеры стремились повысить играбельность наборов, что особенно актуально для Лего Техник, ибо сама система сборки и суть модели, как правило, завязаны на механике, и все это могло отпугнуть неопытного любителя конструкторов от каких-либо творческих экспериментов. Чаще всего альтернативные модели используют далеко не все детали, но бывают и исключения, когда в набор кладут, например, что-то, что не используется в основной модели. И, конечно, часто такие модели бывают скучными и формальными, но не в этот раз. Да, детали остались, но я бы не назвал это проблемой, дизайнеры точно поработали на слабую, ведь даже тема для альтернативной модели была выбрана отличная от модели основной. Ну и механики и электрики у нас в альтернативной модели задействованы очень даже много. Внешне модель выглядит весьма солидно, большая конструкция с раскосами в разных плоскостях производит впечатление. Да, всегда найдутся любители покричать о том, что модель дырявая, и так настоящие подводные лодки не делают, но, как человек, простите за подробности, пуковший в настоящей подводной лодке, могу ответственно заявить, что некоторое количество вентиляции явно имеет смысл. Также можно обратить внимание на то, что использование коннекторов в ту пору только набирало обороты, да и привычные сегодня техник-балки только начали появляться. Поэтому часть соединений по ногам выполнена на обычных систем-шарнирах. Да и в целом, по технике сборки модель ближе к современным наборам из серии Creator или Ideas, чем к технике, в том виде, в котором мы его знаем сегодня. И так как это техник, то, наверное, нужно поболтать о функциях. Грубо говоря, функции можно разделить на ручные и модернизованные. Сугубо ручных функций у нас две. Это поворот перископа при помощи руки бога, так называемой. И совсем формальная функция – управление углом атаки рулевых поверхностей. Остальные функции так или иначе приводятся в движение двумя моторчиками и управляются с помощью двух электрических переключателей и двух муфт переключения передач. Если вдруг кому-то больше узнать про то, как работает такая муфта, пишите, но я думаю, что все это уже сто раз было на различных эго-техниках каналах. Итак, список моторизованных функций. Вращение грибного винта, вращение автоволоконного излучателя, который на минуточку сам по себе тоже вполне себе функция. Управление состоянием носового отсека, спуск или подъем рампы, управление автономным дроном. Для всех функций, кроме управления автономным дроном, используется вот такой вот мотор. Он примечательен тем, что в нем нет редуктора, и он вращается с очень большой скоростью. Редуктор для большинства моделей все же необходим, поэтому реализовывать его приходится уже силами конструктора. Во всех более поздних моторах редукторы уже были встроены, исключением будет только, пожалуй, Е-мотор из вот такого вот набора. В данной модели, кстати, у нас есть редукторы на основе ременной передачи. С помощью резинки такие редукторы иногда просто более удобнее строить. Но есть и свои минусы. Резинка не вечна, со временем она будет растягиваться и провисать. Но пока ничего не провисло, у резинки есть отличный побочный эффект. Она предохраняет наши механизмы от различных неприятностей. Например, там, где прямой контакт движущихся частей может привести к порче механизма, резинка просто проскользнет. А трещины и перегретые моторы никому не нужны. В современных техниках наборов в качестве мер защиты используются белые шестерни и муфты, которые не пропускают слишком большой вращательный момент через себя. Собственно, первая функция как раз реализована через такой редуктор – это грибной винт. Функция скорее декоративная, но прикольная. Работает одновременно со всеми другими функциями лодки и приводится в действие вот этим базовым выключателем. Прямо как и следующая функция, на основе системы волоконной оптики тут добавить нечего, все на экране. А больше нюансов про систему вы можете узнать из других роликов на моем канале, например, из ролика про набор, продававший эту самую систему. Дальше все интереснее. У нас два рычага по двум портам, которые управляют механикой на носу судна через коробки передач. Коробка передач на правом борту отвечает за подъем и спуск носовой части, а левая отвечает за рампу. При этом мне понравилось, как реализовано управление рампой, не самый частый пример преобразования вращательного движения в поступательное. Если вы все еще не догадались, зачем нам рампа в носовом отсеке и возможность этот самый отсек открывать, сейчас все покажу. Нужно все это для того, чтобы из нашей подлодки мог вылезти дрон. Дрон механически никак не связан с основной моделью, но получает от нее питание по проводу. Внутри у него микромотор, моторчик очень слабый, машину тянет с трудом. Вообще эти моторы скорее создавались для систем наборов. Именно этим явно продиктованы вот такие маленькие, говорит и чуть больше стандартного кубика 2х2. Например, вот такой вот набор с этим вот мотором в комплекте был на канале. Наш автономный дрон лишен какого-либо управления, кроме собственно возможности двигаться взад и вперед. Для этого у нас есть переключатель на корпусе лодки. И да, у нашей микромашинки есть ручная функция, это манипулятор. Вообще этот автономный аппарат, на мой взгляд, самая интересная часть модели. Да, кто-то скажет, что без второго мотора, да еще и на проводе это негабельно. Но я сходу не припомню, чтобы еще в какой-то технике модели была реализована похожая идея. Может что-то было в Mindstorms, но там нужно моему материалов проверить. Хотя у нас уже больше 20 лет. В том или ином виде есть беспроводное управление. Никаких фишек, кроме использования пультов из серии Spybotics, как мачков, но ум не приходит. Кстати, про Spybotics я тоже когда-нибудь расскажу. А пока расскажу про общие впечатления от набора. Я сразу собирал B-модель, в том числе стараясь не перебить впечатления от дополнительной модели, послевкусием от основной. Ведь, как я уже писал, B-модели часто делают по остаточному принципу, а теперь у меня есть даже обратный эффект. Мне очень интересно, что же меня ждет в полноценной модели. Если уже от этой модели впечатлений, и так хоть отбавляй. И да, я часто говорю о том, что наборы не вызывают у меня ностальгических чувств, так как я их не застал. Но этот набор стал своего рода исключением. Нет, у меня, конечно же, не было его в детстве, но процесс сборки пробудил во мне ощущения, связанные с электромеханическими конструкторами из детства. И это, по сути, и есть электромеханический конструктор. Просто я, как и многие ребята с просторов бывшего соцблока, привык в качестве электромеханического конструктора видеть конструктор железа. У меня в детстве была сырянка из пары-тройки разных наборов, и эти наборы были в том числе с достаточно сложными моделями, где использовались электромагниты, моторы, лампочки и редукторы. Кстати, неприязнь к резинкам я словил еще в те годы, а аутентичных советских не сохранилось, а те, что находил по дому, очень плохо подходили. Из-за этого многие модели не получало заставить нормальную работу. Лего, конечно, в этом плане чуть более тружелюбно. Например, вам не нужно ждать, пока ваш дед принесет новых болтов с завода, чтобы расширить вашу модель. А можно использовать другие совместимые лего детали. И несмотря на то, что наборы из серии техник, тут есть стульчик для классической мини-фигурки. Я о многом не сказал, но не забывайте, что эта модель лишь побочная активность, и впереди еще полноценный обзор основной модели шаттла. Возможно, пока вы смотрите этот обзор, я уже разбираю лодку на куски и готовлюсь к следующему броску. Так что увидимся! Продолжение следует...